Приветствую вас! И, к сожалению, нас принимают такими, какими есть, только немногие люди. Это, как правило, самые близкие родные, родители, любимые люди и, собственно говоря, друзья. Все остальные люди, в том числе любимые и друзья, когда они еще таковыми не были, воспринимают нас именно так, как вы обещали. Абсолютно все отношения начинаются с того, что люди пытаются за счет другого человека реализовать какой-то интерес. Это может быть интерес материальный, корыстный, либо это может быть интерес какой-либо другой, например, связанный с просто познанием человека. Но для того, чтобы вызвать подобные интересы, нужно на самом деле немного, и вместе с тем довольно много. Нужно правильно и грамотно реализовывать свои сильные стороны. Нужно делать что-то для себя. Именно для себя. Не для кого-то еще, а именно жить только для себя. И вот человек, который делает какие-то вещи именно для себя, человек, который крутится, вертится, куда-то стремится для того, чтобы реализовать свои цели. Давайте наметим свои цели, а не цели других. Не ради кого-то, а только ради себя, этот человек рано или поздно привлекает внимание. Почему? Потому что у него есть какие-то интересы, у него есть какие-то занятия, у него есть цели, у него есть хобби, у него есть работа, у него есть планы. И все это, так или иначе, сталкивает его с другими людьми. И с этими людьми человек взаимодействует. И с какими-то людьми человек начинает на этом фоне сближаться. Это, в принципе, совершенно нормально. Другое дело, что для того, чтобы осуществлять подобное поведение, нужны некоторые условия. Первое и самое главное условие, это не чувствовать себя хуже других. Не сравнивать себя другим. Не пытаться быть лучше других. Быть тем, кто есть каждый из нас, и стараться просто стать лучше. Второй момент. Принимать себя таким, какой есть каждый из нас. В принципе, это основной элемент любви к себе. Но, тем не менее, это важно опять, потому что, если у вас есть какие-то моменты, какие-то черты характера, которые вы к себе не принимаете, то, соответственно, их не будут принимать и другие люди. Они будут замечать, что вы не уверены в себе, они будут замечать, что у вас есть какие-либо проблемы. Они будут чувствовать это и не принимать вас таким, какой вы есть, не принимать вас серьезно. То есть, какого человека окружающие принимают серьезно? Человека, у которого есть четкие цели, есть четкое понимание, кто он, кто из себя представляет, что его хочет и куда идет. Средство принимает человека, который пробивает свои сильные стороны, который сам постоянно совершенствует себя. При этом принимает свои недостатки, которые есть у других, и принимает недостатки других людей. Вот вы готовы принять других людей такими, какие они есть? Такими, которыми вы их описали? Такими, какими они вам кажутся? Вы готовы их принять? Если да, то с этого начнется ваша новая жизнь. Новая жизнь по выстраиванию с этими людьми определенного диалога. Но если вы изначально чего-то от людей хотели бы, чего-то от людей требовали, хотя бы и просто про себя, тогда означает, что у вас уже есть ожидания к этим людям. Ожидания к этим людям, к тем, которых вы еще не знаете, с которыми вы не знакомы, ведут к тому, что, по сути дел, слишком большой разрыв происходит. Разрыв между тем, чего вы ожидали, и тем, что вы имеете. Что-то вы получили в итоге. Но ожидания говорят о ваших желаниях. Мы ожидаем чего-то только тогда, когда чего-то хотим. Так вот, важно понять, чего вы хотите, и добиться этого. И тогда ожиданий от людей у вас не будет. И это не будет мешать вам, в свою очередь, с ними общаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я хочу заметить, что вам предстоит определенная работа над собой. Вы можете выбрать самостоятельный способ решения этих проблем. То есть, вы можете работать сами в тех направлениях, которые я вам описал. А можете выбрать эксперта и работать с ним. Так вы сэкономите свое время, так вы не навредите себе самолечением. И так у вас процесс будет более эффективным. Все проблемы, с которыми вам предстоит решать, скорее всего заключаются, как я уже говорил, с вашей уверенностью в себе, с определенными комплексами, которые у вас есть. То есть, это как раз таки те аспекты, которые мешают вам. С пониманием того, чего хотите вы и куда вы стремитесь. Ну и, возможно, с проработкой детско-родительских отношений. Потому что, если вам изначально не привили родители, что вы такой же человек, как и все, что вы абсолютно ничем не хуже их. Это значит, где-то в детстве у вас были травмы, были соответствующие переживания, которые мешали вам чувствовать себя таким же, как все. Это также нужно исправлять. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.